Здарова! С вами Моборг, я Трэш и это Андроид Шейк. Итак, приступим к топу, который ждали многие из вас. Пару выпусков назад подписчик с ником FinHuman попросил составить топ книжных игр. Типа Бесконечного Лета! На что профик Чуган такой типа сказал Такой жанр есть, визуальные новеллы называется. Ну в общем, я выделил 5 критериев, по которым решил отбирать игры. Первое, в них должен присутствовать русский язык. Второе, игры должны устанавливаться без побочных прок, танцев с бубном и быть лично проверены мной. Третье, они должны быть красивыми, чтобы радовать глаз. Четвертое, новеллы должны быть интересными и затягивающими. Ну и пятый пункт, для красоты. Итак, придерживаясь этих критериев, я отобрал 5 победителей нашего топа. Начнем, пожалуй, с самого забавного. Романтический детектив. В музее Лавблум украли вазу. К делу приступает романтический детектив вместе со своим напарником, романтическим копом. Вас ждет захватывающая история, наполненная драмой, загадками и романтизмом, само собой. Раскройте это дело любви и найдите преступника, не выпуская розу изо рта. Ведь это так романтично! Прохождение игры не займет больше двух часов, но запомнится вам надолго. В мрачном городке Ройштадт жители стали заболевать неизвестным лекарем-недугом. На теле больных открываются трещины, и они истекают кровью. На доме каждого заболевшего перед этим видели алый шелковый шарф. Но, несмотря на обилие свидетелей, никто не достал хотя бы один для исследований. В новелле «Алый шарф» вам вместе с коллегами-докторами предстоит остановить неведомую заразу и найти преступника, распространяющего мор. Я хотел чем-нибудь разбавить эти анимешные мимими, и под руку попала Disturbed. Приключенческий хоррор, вдохновленный состоянием депрессии и наркотического опьянения. Примерьте на себя роль фермера, пытающегося вдохнуть жизнь в увядающую ферму. В этой новелле вам предстоит умирать. То, что вы умрете, сомнению не подлежит. Вопрос лишь в том, где и как это произойдет. Вся игра пропитана мраком, депрессией и ужасом. Так что, если вы искали мрачного чтива перед сном, от которого просто стынет в жилах кровь, Disturbed точно для вас. Forgotten Not Lost расскажет историю о человеке, прожившем свою долгую жизнь вместе со своей женой, но страдающим провалами в памяти. Однажды на пороге его дома появляются две загадочные незнакомки, мать и дочь, которые просят о такой незначительной услуге, как провести в доме одну ночь, которая, как окажется, изменит его жизнь навсегда. Печальная и одновременно радующая новелла подойдет тем, кто хочет за короткий промежуток времени ознакомиться с жанром и испытать незабываемое чувство. Ну и последняя новелла под названием «Слепой грифон» расскажет про сухой закон 20-х. В Сан-Франциско открывается бар под названием «Слепой грифон», который несколько отличается от остальных баров со спиртным, открывающихся повсеместно. Дело в том, что бар является лишь прикрытием для магов. Боясь быть раскрытыми, они нанимают простую девушку в качестве прикрытия. Но юная особа оказывается намного загадочнее, чем могло показаться на первый взгляд. Ну а теперь пора отправиться в прошлое и поискать что-нибудь интересное. Подписчик с ником Серго Кузьмин обратил мое внимание на необычный мультиплеерный шутер под названием «Биг Хироус 2». Баг Хироус 2. Черт! Баг Хироус 2. Это сочетание обороны башен, РПГ, мобы и экшена. Взяв под свое управление хомячков и насекомых, вам предстоит вести ожесточенные бои на кухонных столах, во дворе, на электрических плитах и так далее. Все герои имеют разные способности. Объединяйте их в отряды так, чтобы они дополняли и усиливали друг друга. В игре 25 героев, 75 видов техники, крипов и проработанный мультиплеер. Ну а теперь перейдем к игре недели. На днях вышла нетребовательная и очень даже красочная моба под названием «Планет оф Хироус». «Планет оф Хироус» можно сказать еще более оптимизирована под мобильные платформы, чем конкуренты. Все ПВП бои проходят в режиме 3 на 3, а все классы делятся на танков, демагеров и саппортов. Каждый герой обладает атакой и тремя активными способностями. В меню игры можно расформировать руны для усиления способностей «Привет, Лол!». Карта представлена в виде одной линии с двумя башнями, мини-лесом и ингибиторами. Также кругом разбросаны бафы спида, демиджа и хилы «Привет, Лол!». Вся эта, скажем так, кастрация пошла мобильной мобе на пользу. «Планет оф Хироус» просто играется, удобно в управлении, не требует больше 10 минут на матч и выполнена в мультипликационной упрощенной стилизации в стиле «Привет, Лол!». Так, время узнать, чего же нам стоит ожидать на андроид в ближайшем будущем. Подписчик Stardust Sons поделился своим ожиданием League of Arrowsource. Игры с дополненной реальностью, способной потягаться даже с Pokémon GO. Хотя бы в плане реализации. У каждого игрока будут свои зверьки-арозавры, наделенные магическими способностями, которых они будут улучшать, тренировать и отправлять в бой. Игроки сражаются друг с другом, чтобы улучшать рейтинг своего аразавра. Накапливая опыт, монеты и карты, вы будете подниматься выше в рейтинге. Из особенностей League of Arrowsource можно отметить сложные карточные сражения в дополненной реальности, а также технологии управления голосом и распознавания лиц. Первое служит, естественно, для голосовых команд, а второе — для необычных селфи со своими персонажами. Разработчики обещают выпустить игру уже в конце этого года. Ну что ж, будем надеяться, успеют. Ну и по традиции поднимем себе настроение с занятным трэшем. Подписчик Нормалан посоветовал просто-таки сумасшедшую игру под названием Feed the Peak. Да, в этой игре вам нужно просто кормить свинью. А нет, не просто. Сначала вам нужно накормить свинку обычным яблочком. Потом запить водичкой, поиграть с другими свинками, ну а после вы вкушаете человеческой плоти, и вас больше не остановить. Поедая все больше людей, вы становитесь еще более голодны. А выполняя задания и повышая шкалу до максимума, ваша свинья сможет увеличиваться до гигантских размеров, стрелять, резать толпы людишек бензопилой, и даже садиться в трактор. Не спрашивай, просто играй. А на сегодня это все. Ставь флой, делись видяшкой с дружбанами, качай игры с нашего сайта бесплатно, и не забывай подписываться на наш канал. Удачи и до скорого!